В эфире Канал Россия итоговая информационная программа событий недели в студии Шемес Пхешхов. Доброе утро. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом почета главу Карачаева Черкесии члена Высшего Совета Единой России Рашида Тимрезова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации за вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской республики и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом почета Тимрезова Рашида Бориспиевича, главу Карачаева Черкесии, говорится в документе. Снесут или помогут узаконить, как поступят власти Карачаевского городского округа с самстроем в Донбайе? Сможет ли городской округ стать самодостаточным и что для этого нужно сделать? Какие проблемные вопросы необходимо решать в первую очередь? Эти и другие темы обсудили в эксклюзивном интервью с мэром Карачаевского городского округа Альбертом Даддаевым. Добрый день, Альберт Асхатович. Спасибо, что нашли время для нашей программы. Добрый день. Альберт Асхатович, Вы долгое время вели свой успешный бизнес и потом перешли в исполнительную власть. Обычно практики показывают, что в основном люди из исполнительной власти уходят в бизнес. Почему Вы приняли решение пойти в мэры города Карачаевска? Это вопрос такой сложный для меня тоже. Я, видимо, 30 лет работая в бизнесе, ну как-то мне это приелось. Бизнесом я вообще не хотел заниматься. Работал на заводе конденсаторов, который в Карачаевске. Начинал там трудовую деятельность, был мастером, начальником участка, начальником цеха, заместителем генерального директора. То есть там я делал успешную карьеру по тем временам Советского Союза. Потом все остановилось, пошла вот эта приватизация, коллективизация, и завод начал проседать. Я вынужден был уйти из завода и начать свой бизнес. Так я не хотел заниматься бизнесом. То есть это вынужденная мера? Вынужденная мера. Надо было кормить семью, что-то зарабатывать. И вот пошло, поехало. И 30 лет развивал свой бизнес. Мне многое в стране не нравилось. Я все время критиковал чиновников в разных там общественных организациях и так далее. И в один прекрасный день, ну и работа 30 лет, когда работаешь, объездил весь мир тогда еще. Видимо, как-то уже что-то хотелось нового. И в один день меня наш слава нашли, Борис Петрович, пригласил, я говорю, не хочешь ли ты город Карачаевск возглавить, поднять город, решить проблему. И я как-то согласился, видимо, хотелось какого-то новизны и героизма и попал на эту работу. Потом, правда, уже пожалел, оказалось, ну, еще хотелось, я же критиковал с другой стороны чиновников, хотел сам тоже опыт наработать, ну, как там быть чиновником все-таки, можно ли быть хорошим чиновником или нельзя. Вот все это вместе привело к тому, что я согласился. Потом уже пожалел, ну, так как на меня возложили эту обязанность, и хочется теперь оправдать доверие и перед главой республики, и перед гражданами, и я вынужден работать. Ну, поработаю, насколько позволят обстоятельства. Главное, что я хочу, чтобы, ну, потом не говорили плохое. Получится это, не получится, ну, посмотрим, народ рассудит. Вы сейчас говорили о том, что вы часто критиковали чиновников, а вот сами вы, как сегодня относитесь к критике? Критика никому не нравится, но дело в том, что есть людям, нас за что критиковать, критиковать мы, я думаю, и я в том числе, и администрация, не вполне оправдываем доверие народу. То есть очень много надо делать, многое не сделано. Ну, это отношусь к критике спокойно, хотя она мне не нравится. Я знаю, что есть за что нас критиковать. Я часто говорю о том, что сегодня республика, благодаря успешному управлению и выверенной экономической политике, выходит на очень хорошие показатели. Но вот что касается некоторых населенных пунктов, то такого сказать нельзя. Это похоже на такой большой паровоз, в котором некоторые вагоны тормозят его ход и снижают общую скорость развития. Есть ли у вас такие болевые точки, которые тормозят общую скорость развития Карачаевского городского округа? Безусловно, это есть и в каждом месте, то, что тормозит, и даже в семье. Какой есть любой. У нас тоже есть болевые точки, но места, которые бы хотелось разбить, чтобы там люди не уезжали, оставались жить, и работа, чтобы у них была. Ну, вот у нас есть поселки Малокруганное, вот, там Марай-Арэйк, к нему, вот, Маркопи. Поселки такие, люди уходят, умирают, потому что условия жизни. Это, если я не ошибаюсь, бывшие шахтерские поселки. Да, бывшие шахтерские поселки. А Женгидзе, вот этот поселок, ну, она на трассе, там чуть-чуть есть развитие, хорошо расположено. Ну, вот, окраине Эльбрусский поселок, там тоже шахтерский, можно сказать. Но много проблем нерешенных там. И проблемы нерешенные, потому что население мало, и там ничего развивать не получается. Даже магазин поставишь, и кто убытачен, потому что покупателей нет. Ну, вот, они не то, что тормозят, эти места надо развивать, они сами по себе хорошие. Там надо создавать людям условия для жизни. Там надо транспортную инфраструктуру развивать, чтобы они могли беспрепятственно и без затратно доехать в город. Там сделать свою великую, на работу приехать, или покупки сделать, или что-то продать. Ну, там даже вот морковь у нас, до сих пор нету воды. Мы начали, только вот нашли источник воды, откуда будем брать. И что-то начали делать. 20 лет, ну, как вот, не было воды, когда он был поселком. До сих пор нет. Вот представьте, в 21 веке. А сколько населения? Там немного. Ну, там домов примерно около ста, но по-любому людям нужно... Там нет газа. Ну, газу вот благодаря вот этим последним инициативам президента, мы их сумели ввести в эту программу, и газ там будет. Ну, если и вода будет, я надеюсь, что людям станет... Мы еще собираемся все городские вот эти поселки связать с межгородним транспортом, чтобы доступность была, чтобы туда ездить, или маршрутные такси. Ну, за какую-то символическую цену, чтобы люди могли ездить. Я думаю, это все позволит, что там люди заживут, что люди начнут не уезжать оттуда, а переезжать туда. Ну, есть такие у нас планы, есть такие проблемные места. Вот вы человек с большим предпринимательским опытом. И я хочу вас спросить, а можно ли считать населенный пункт вот как убыточное предприятие? И куда можно поставить, скажем так, вот, квалифицированного менеджера, управляющего? И сможет ли он вывести это убыточное предприятие, это население, там, грубо говоря, вот с этой кризисной ямы? Как вы, вот, смотрите на это мое утверждение с точки зрения, вот, как предприниматель? Где живут люди, там простых вопросов не бывает. Есть населенный пункт, допустим, если у него есть потенциал, ну, есть люди, есть расположение, и там менеджер, который вы говорите, он неправильно ведет хозяйственную деятельность, не так расходует бюджет, допустим. Да, в таком варианте можно решить вопрос, что более успешного поставить, и он, ну, поднимет населенный пункт. Есть населенные пункты, где люди просто уходят, уже кого бы вы туда не поставили, там нету потенциала, там нет трудоспособного, такого населения, они все выехали оттуда. Люди там не хотят жить. То есть, таким населенным пунктам нужно вливание, там нужно для них сделать условия жизни, чтобы люди первым делом оставались там жить, ну, чтобы были рабочие места какие-то, чтобы были условия для жизни, там, та же вода, газ, там, интернет, доступность и так далее. Вот я бы разделил бы ваш вопрос на два. Есть одни населенные пункты, которых при правильном управлении они станут удобными, и хорошими, там все будет. Вот это я, кстати, считаю, вот Карачаевский наш округ таким, если его тут правильно работать, ну, в целом округ, и город Карачаевск, и у нас же и Тиберда, и Донбай, если там правильно поставить вопрос, у нас потенциал есть. А если, вот как я сказал, населенные, ну, наши же пункты, типа Маркопи или там, вот, Малокурганы, ну, которым надо сначала сделать вливание, чтобы там появилось население и желание у них жить. Потом уже мы население. А в целом округ вот можно поднять при хорошем и правильном подходе к этому делу. Потенциал у нас есть. Насколько сегодня городской округ может прокормить себя сам в процентном соотношении? Ну, на сегодняшний день не считаю субвенции, то есть тех средств, которые поступают, и мы тут по поручению государства так делим эти деньги, даже детские, там, пособия, инвалидные и так далее. Свои нужды мы на две трети обеспечиваем своими доходами, которые собираем нас. Ну, третий нам дают в виде дотации. Вот, ну, чтобы было понятно, больше 60% мы обеспечиваем, где-то около 40% нам дают дотации. Поэтому, ну, вот, в общем, проработав год и посмотрев, при правильной постановке вопроса, при правильном, то есть, при налаживании сбора налогов, что должны люди платить, при правильном распоряжении землей и инвестиции, здесь могут люди поставить инвестиции, и так далее, мы, в принципе, можем выйти и на полную самодостаточность. Ну, это вопрос не сегодняшнего дня, допустим. Ну, года три, наверное, четыре, и при правильном этом Карачаевский округ может стать самодостаточной. Это хорошие перспективы. Ну, если страна, наше государство пойдет, ну, то есть, дела во всей стране пойдут не хуже, чем сейчас, ну, я надеюсь, будет лучше. Если в стране пойдут хуже, конечно, это перспективы. А так, вот, как сейчас идут, я думаю, можно, вот, три-четыре года его вытащить на самодостаточный уровень. Ну, это надо над этим очень серьезно поработать. А какова доля поступлений от туризма? Ну, это, я думаю, составляет процентов 15-20, может быть, из того, что мы сами собираем. Из тех 60? Да. Но это можно увеличивать. Но специфика такова, что туризм, если растет, должны расти обороты предприятий, которые обслуживают туризм. А обороты, рост оборотов должно приводить к росту доходов. В этом плане должна налоговая инспекция четко работать, чтобы собирать. То есть, она не напрямую, тем больше гостиницы из земли, розданные под рекреацию, тем больше у нас идет доход. А вот от прямого оборота, там больше федеральные и региональные налоги, ну, нам тоже попадает. То есть, ну, вот я, как сказал, процентов 15 от туризма, но его можно, там потенциал повышения очень большой. Ну, на сколько можно повысить? Вот через 4 года. Сколько вы ожидаете? Ну, вот через 4 года я хочу вот одну треть этой дотации, которую нам, сейчас мы получаем, из регионального бюджета, перекрыть этим. Ну, конечно, правительство наше услуга в это соберется урезать дотации. Я пока не согласен с этим. У нас большие долги. Ну, еще у вас и доходов нет. А то они скажут, что там им много дают. Ну, я думаю, в течение 4 лет тут можно, в принципе, прийти на... На хорошие показатели. Альберт Асхатович, долгие годы стоял вопрос о незаконных постройках в Донбайе. Сегодня этот вопрос актуален или он уже исчерпан? Этот вопрос действительно есть, но мы, вот, администрации уже, сегодня перечень всех объектов и завершенных, и незаконно построенных, и строящихся взяли под жесткий контроль. Мы сегодня уже не даем никому строить незаконным образом. Но построенные объекты и частью не введенные, таких есть, таких много. И они еще пытаются работать, так сказать, в теневом поле. Ну, то есть, не ввели объекты в эксплуатацию и пытаются там привлекать кристов, там, оказывать услуги. Но мы сейчас идем тем путем, что людям, которые находятся в неправовом поле, то есть, не оформляют, как положено, не платят налоги, им будет все труднее и труднее. То есть, мы сделаем нерентабельным такой бизнес. И сейчас ведем работу до этого, объясняем, что так не пройдет. Мы заставим их всех закрыться. Поэтому, это вот, пользуясь вашими этими, я хочу до них довести. Все равно им лучше и выгоднее все-таки выйти на правовую сторону и оформить как положено. Вы сейчас сказали о том, что есть объекты, которые не введены в эксплуатацию. И есть недостроенные. А можно им помочь, чтобы они не просто закрылись и ушли, а помочь в введении в эксплуатацию и в том, чтобы они все-таки дать им достроить и чтобы они начали работать в белом. То есть, ну, создать им условия. Мы, естественно, тех, кого можно ввести в эксплуатацию, мы и требуем, и помогаем им вводить. Тут опять есть такая проблема бюрократического характера, технического характера. Если строение не выше трех этажей, не выше трех этажей, а мы без проблем его вводим в свои комиссии, то есть, ну, ввод в эксплуатацию это привилегатива муниципалитета, мы это делаем. Если она выше, то она требует экспертизы уже стройнодзора региональных органов. Там они часто сталкиваются с бюрократией такой. Но это все равно расходы. Сейчас не то, что отдельных, просто мы в стране так закрутили гайки, что все это очень становится дорого и расходы большие. То есть легче снести этажи, оставить три этажа и ввести в эксплуатацию? Может и не легче, но людям надо это делать. Они, как показывает опыт, все хотят уклониться от расходов. Тем более, вот сейчас мы пришли в состояние, когда вот с этой болезнью, с коронавирусом, люди даже на здоровье должны нести очень огромные затраты, а доходы не растут. То есть у народа исчезают деньги. Если она не зарабатывает, то она исчезает. Идет проблема, мы идем этим путем. То есть мы будем им помогать, сносить ничего не будем. Есть, правда, недостроенные гостиницы, которые далеки от ввода. Те, которые построены, мы поможем и всячески, чтобы они ввели их в эксплуатацию, поставили на кадастровый учет, на налоговый учет и начали работу. Есть далекие от эксплуатации, у которых бывшие их хозяева закончились деньги, они обанкротились и так далее. По тем объектам тоже идет стратегия. Мы хотим принудить их продать, эти объекты, если сам не может, или кого-то взять в долю, но как-то вот решить. Или чтобы они, мы ужесточаем на них налоговую нагрузку, если у них земля в аренде, как обычно, на аренду, на этот, чтобы опять-таки у них мозги поработали в том направлении, что не просто держать, а надо как-то или инвестора пригласить, или с кем-то поделиться, правильно, чтобы стало это для него полезно, и чтобы он заработал для экономики округа. То есть желание снести, там сделать заведомо вред, если что-то стоит, это ценность, его надо использовать во благо и того, кому-то принадлежит, и наше благо. Такое желание есть. Какие сферы необходимо развивать сегодня вот в вашем городском округе, помимо туризма? Какие сферы возможно развивать, помимо туризма? Создание рабочих мест – это самая такая проблема, которая и вытащит город из бедности, из дотации и так далее, чтобы были рабочие места. Но там большие трудности, но это надо развивать. Вот у нас на сегодняшний день что можно развивать? Я тоже каждый день думаю, и в бизнесе думал, что можно тут делать, чтобы как-то люди работали, и была польза от этого. На сегодняшний день у нас переработка сельхозпродукции, допустим, мясо-молочного направления. Переработка вот этой продукции. Кто нам запретил и запрещает ту же капусту, допустим, или морковку, что здесь делали, ну, перерабатывать, здесь продавать, сувенирные какие-то фабрики сделать, ну, легкую промышленность, те же шестяные изделия и так далее, но уже их приспосабливая под современные требования. Очень часто бывает, что находишь людей, которые сами же что-то делают. Ну, они вот делают это как-то, ну, в небольшом количестве, в небольшом количестве, а развивать это как-то не хотят, боятся, потому что начинаешь развивать, начинаешь сталкиваться с банками, с налоговыми органами и так далее. Есть интересные вещи, но мы должны это их вытаскивать, выводить на, делать им удобным, чтобы они могли производить в большом количестве, помогать, ну, надо это делать. Я хотел бы поговорить именно о коронавирусе, о вакцинации. Вы один из тех руководителей муниципальных образований, который прививался на виду у всех, то есть вы показывали, что вы прививаетесь, но в то же время, городской округ на сегодняшний день, если мне память не изменяет, и та информация, которую я обладаю, он находится в низах по тем показателям людей, которые прививаются. Почему так происходит? Несмотря на то, что вы ведете хорошую такую агитационную политику. Ну, на это что можно сказать? К сожалению, мы действительно находимся в последних рядах по темпам вакцинации и по проценту вакцинированных. Город Карачаевский, Карачаевский район. Тут могу только, ну, мне кажется, в России у нас народ со сложным менталитетом, а вот в нашем районе ну, еще более сложным менталитетом. Сколько мы их, ну, не выступаем, не говорим, ну, сколько руководителей страны, там, республики обращаются. Я обращаюсь, почему-то народ более склонен здесь, ну, и по всей России, но здесь в большей мере почему-то верят вот этим фейковым всяким вот этой пропаганде, что типа вакцина вредна, что от него болеют и так далее. И бездоказательно. Все стали, все стали очень умными в этом плане, хотя в других местах ума за ними не наблюдалось. Понимаете? Вы знаете, я хочу с вами согласиться, потому что у меня есть некоторые товарищи, знакомые, которые там занимались своим бизнесом. И раньше, если они там проводили тренинги по тому, как развивать бизнес, то сегодня они в одночасье стали экспертами в области медицины. И, к сожалению, они говорят настолько убедительными, убедительно, что если ты не знаешь этих людей, чем они занимались раньше, то можно в это поверить. Вот я считаю, что сегодня необходимо запрещать такие контенты, потому что они вредны. Безусловно, даже известные люди в России выступают и начинают нести какую-то чушь о каком-то вреде, вакцинации и так далее. Вопрос в том, что мне по долгу службы приходится каждый день в больницы узнавать, сверять, сколько болеют, как болеют. И мы видим, кто занимается этим делом, видим, что вакцинированные болеют гораздо меньше, а практически не умирают. То есть, если даже болеют, они легче переносят? Да, легче переносят. Болеют редко и легче переносят. Однако, я думаю, вот эти фейки все-таки зря ничего не бывает. Я вот даже уважаемых людей, даже религиозных, сюда приглашал, чтобы они вместе со мной агитировали на народ, чтобы они вакцинировались. И те тоже мне пытаются фейки показывать, ну, типа, они тоже не убеждены в этом деле. А вся проблема в том, что, видимо, рекламу, антирекламу вакцины ведут те, которые зарабатывают на продаже этих лекарств. Хочу завершить нашу беседу такой приятной темой. Буквально недавно, несколько месяцев назад, Рашид Борисбевич поздравил жителей городского округа, поздравил людей, которые занимались проектом «Зеленого острова». Этот проект, насколько мне известно, выиграл 80 миллионов рублей. Вот, я попрошу вас поподробнее рассказать о том проекте, что будет в городе Карачаевске, что будет построено и чем он интересен. Это была командная работа. Тут мои помощники в администрации очень хорошо проработали. И активисты, и спрятанность института нашего и с Карачаевска очень активно народ поддержал. Это наша общая победа. И мы его выиграли, и нам в следующем году эти деньги будут выделены. Мы на эти деньги собираемся благоустроить этот остров. Будет много вещей там. Зона отдыха, зона мангальная зона, там будут и национальный двор, и чтобы туристы могли заехать и ознакомиться. Прогулочная зона, променады, спортивные площадки. То есть это будет достойным местом отдыха для наших горожан и туристов. Спасибо вам за встречу. Я благодарен, что нашли время и приняли участие в нашей программе. Спасибо вам большое. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Существует множество способов сделать предложение. Не жди идеальный момент. Бери момент и делай его идеальным. 585 золотой. Тысячи причин услышать. Да. Срочно продается готовый бизнес в Черкесске. Авто-самомойка. Итальянское оборудование. Рядом имеется двухэтажное здание 80 квадратных метров. Внизу кофейня. На втором этаже салон красоты. Все оборудовано. Земля 20 соток. Телефон 8-900-88-19009. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 1300 передатчиков. Главное радио страны Радио России. Настраивайте радио России Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. На этой неделе на 87-м году ушел из жизни заслуженный деятель и искусств РСФСР, обладатель Ордена Дружбы, главный режиссер Карачаевского театра имени Шахарби Алиева Борис Хусейнович Тахчуков. Ахмат Халкечев продолжит. Проститься с Борисом Хусейновичем помимо близких родственников пришли его друзья, коллеги и ученики. Именно так себя называет большинство корифеев театрального искусства и деятелей культуры современной Карачаева-Черкесии. Для нас он был другом, наставником, к которому мы прислушивались, потому что огромную школу, которая у него была, он мог донести до каждого из нас. Пусть женат будет ему там. Мы все гордимся тем, что мы с ним дружили, имели отношения и вместе работали с ним. Он был нашим лидером в Ленинграде, когда учились, он был старостой, учился отлично, закончил на красный диплом. И после учебы здесь тоже он был главным режиссером долгое время, работал в русском театре, в карачаевском театре. Он был нашим братом, старшим товарищем. Уход из жизни выдающегося режиссера, драматурга, исключительного таланта, артиста Бориса Кусейновича Тахчукова невосполнимая потеря не только для театрального сообщества Карачаева-Черкесии, но и для всей культуры и творческой интеллигенции нашей республики. Говорили все, кому посчастливилось знать с ним. Очень трудно говорить, когда человека знаешь очень близко, и он вдруг неожиданно уходит от тебя. Борис был не моим другом, он был моим самым близким братом. Мы с ним с 57-го года знали друг друга, учились вместе в театральном институте. Дорогой мой друг, если там, на том свете, есть что-то прекрасное, хорошее, пусть оно будет тебе и достанется тебе, и тебе будет пухом земля. Прощай, Боря. Борис Тахчухов окончил Ленинградский институт театра музыки и кинематографии, а также высшие режиссерские курсы при ГИТИСе имени Луанчарского. Прошел режиссерскую стажировку в театре имени Массоветов. В Карачаево-Черкесском объединенном областном драмтеатре сначала работал актером, затем стал и главным режиссером-постановщиком. Этот человек за свою жизнь поставил 150 спектаклей в русском театре и в Карачаевском театре. Им было сыграно более 50 ролей. Его спектакли, поставленные им, были на гастролях в большой стране нашей под названием СССР, во всех уголках нашей большой страны. Борис Тахчуков внес неоценимый вклад в становление и развитие культуры республики. Он является автором более 200 статей и работ по проблемам театрального искусства Карачаева-Черкесии. Главной заслугой я своей считаю то, что создали театр на национальных языках, на карачаевском языке, значит, был создан наш театр, который сейчас успешно работает. Борис Алексеинович Тахчуков до последнего оставался верным идеалом исключительной порядочности человечности. Его имя навечно будет в памяти коллег и благодарных зрителей. Ахмат Халкечев, Максим Долгов, Вести Карачаева-Черкесия. Следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей разных регионов России и двух иностранных граждан. По версии следствия, подозреваемые действия в составе преступного сообщества в период с августа 2020 года по февраль 2021 год занимались незаконным оборотом наркотических средств на территории различных регионов дистанционным способом с использованием в сети интернет. Свой 70-летний юбилей на этой неделе отметил заслуженный деятель науки России достойный сын адыгского народа Мухадин Абдурахманович Эскендаров. Пройдя путь от студента до ректора финансового университета при правительстве России, Мухадин Абдурахманович внес неоценимый вклад в развитие одного из ведущих вузов страны. Воспитал не одно поколение высококвалифицированных специалистов, способствовал продвижению отечественной науки высшего образования. Именно под его руководством вуз стал одним из главных образовательных научных центров страны. Как руководитель и как ученый Мухадин Эскендаров пользуется высочайшим авторитетом и уважением коллектива университета. А его глубокие знания и богатый профессиональный опыт широко востребованы в решении актуальных задач финансовой сферы и экономической политики государства. Юбиляр родом из старинного черкесского аула Беслинея, который всегда славился своими сыновями и дочерьми, внесшими особый вклад в историю своего народа и развитие родной республики. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе События недели. Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. С нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Весь ноябрь скидка на хиты продаж 30% Ангажемент Мебель Интерьерные решения Город Черкесск Улица Октябрьская 392 Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру В специальном сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Для этого выберите вид налога транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальные образования. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok